Рассказ Василия Макарыча Шукшина «Танцующий Шива» И кушать котлеты Пропустили рюмочки по три Заговорили о том, что все как они хотят надуть с этим прилавком Дело в том, что когда они рядились в цене То упустили из виду прилавок Надо его делать плотником Или это уже столярная работа Упустили-то сельповские заказчики А плотники тогда промолчали Бригадир у них в этом деле дока Теперь выяснилось, что сельповские хотят Чтобы плотники сделали и прилавок тоже Они, оказывается, имели это в виду Что это само собой разумеется и так далее И тому подобное, конечно же Но в договоре этот пункт не помечен И плотники встали на дыбушке Прилавок не наше дело То есть они могут, конечно, его сделать Но за это отдельная плата Я им справочник покажу С явной угрозой говорил бригадир Сухой мужик, весь черный от солнца Я их носом ткну, где написано черным по белому Какие работы плотницкие, а какие столярные Они же не бум-бум в этом Все были согласны с бригадиром Более того, все были возмущены А иные, вроде Кольки Забалуева Даже оскорблялись и грустно, грустно, горько вздыхали Они забыли один свой веселый разговор Когда они, семеро, сидя тут же, в чайной толковали Но это потом Сейчас они говорили А если бы, значит, так Им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок Да любой прилавок Это же особая работа До чего ушлый народ пошел Эдак они нас заставят и рамы вязать Наше дело теперь настелить пол Околясичить, навесить двери И все, точка Я тебе так скажу Ты слушай сюда Слушай сюда Еще что ли по одной? Давайте Скинулись, взяли еще семь бутылок Я тебе так скажу Ты слушай сюда Слушай сюда Ну, 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 шо? Да не ну, слушай Я рубил баню Дарьи Кузовкиного Причем тут Дарья? То Частное лицо А то организация Сравнил Я тебе к примеру Ты слушай сюда Долба Мужики, перестаньте лаяться Крикнула буфетчица А то выставлю сейчас всех Распустили языки-то Ты слухай сюда Слушай, ну, гну Если бы не женщина Тут я бы и не сказал В общем Беседа приняла Оживленный характер Сельповским здорово Перепадало За наглость И вереломство Тут в чайную Пришел Аркаша Кебин По прозвищу Танцующий Шива Давно его так прозвали В школе еще Он тоже взял Протвяжку Котлету Поругался с женой И в знак протеста Не стал дома ужинать Сел за столик По соседству С плотниками Прислушался К их разговору И сказал громко Хмыри Плотники замолчали Посмотрели на Аркашку Трепачи Еще раз Сказал Аркашка Он потому и Шива Что везде Сует Сует Проходимцы Плотники Сперва не поняли Что это к ним Относится Невероятно Даже с Аркашкиным Языком И то На семерых Подвыпивших Так говорить Что он Сдурел Что ли Это я вам Вам Сказал Аркашка Бедненький Обманули Вас Обманешь Тот еще Не родился Кто вас Обманет Прохиндеи У одного Здоровенного Плотника Ваньки Селезнева Даже рот Приоткрылся Недоумеваете Почему Прохиндеями Назвал Поясняю Полтора Месяца Назад Вы Семерах Мрей Сидели Тут же И радовались Что Объегорили Сельповских С договором Не вставили туда Пункт О прилавке Теперь Вы сидите И проливаете Крокодилины Слезы Вроде Вас обманули Нет Это Вы обманули Да Спросил Бригадир И это Да Была Растерянность Никак Не угроза Беспомощность Да Да Аркашка Отдавил Бочком Вилки Кусочек Котлетки Подцепил Его Обмакнул Соус И отправил В рот Очень все Аккуратно Культурно Даже Мизинчик Оттопырил Потом Так любят Делать Артисты Изображающие В кино Господ И надменных Чиновников Не проживав Продолжал Говорить Я слышал Это Собственными Ушами Поэтому Не показывайте Мне Детское Удивление На лице А имейте Мужество Выслушать Горькую Правду Мне Допустим Это все Равно Но где же Правда Товарищи Аркашка Упивался Упивался Наслаждался Точно В июльскую Жару Погрузился По горло В прохладную Воду И млел И чуть Шевелил Пальцами Ног Великая Сила Правда Зная Ее Можно Быть Спокойным Аркашка Был Спокойным Он Судил Прохиндеев Стыдно Товарищи И главное Сами Сидят Возмущаются Видели Таких Проходимцев Ну ладно Задумали Обмануть Всельповских Но зачем Вот так Вот сидеть И разводить Нюни Что вас Хотят Обмануть Аркашка Искренне Заинтересовался Хотел Понять Ведь вы На этом Самом Месте Похахатывали Но тут Аркашка Увидел Что Ванька Селезнев Показывает Вовсе Не детское Удивление На лице А берется За бутылку Аркашка Вскочил С места Потому что Хорошо Знал Этого Губошлепа Ломанет Ванька Поставь Бутылку На место Поставь Ванюша Я же вас На понт Беру Велите ему Поставить Бутылку Плотники Обрели Дар Вечи А ты чего Это Заволновался Ванька Ванька Поставь Бутылку Свою Бутылку Отпусти Ванька Больше 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 Не будет Не будешь Иван Пусть Танцует Аркашка Оглушил Стакан Ну Зараза Сказал он С дрожью В голосе Еще руки Распускает Для всех Станцую А ты Отвернись Ванька Ванька Опять было Потянулся К Аркашке Но ему Не дали Станцуй Аркашка Ванька Отвернись Ваньке Подмигнули Отвернись Кому Сказано Чего Ты В самом Деле Руки Распускаешь Нашелся Мне Понимаешь Аркашка Открыто И зло Посмотрел На Ваньку Губа Шлеп Три Извилины В мозгу И все Параллельные Ладно Аркашка Станцуй Отвернись Прикрикнул Аркашка На Ваньку Ванька Сделал вид Что отвернулся Аркашка Внимательно Чуть ли не Торжественно Оглядел Всех Стал Как он танцует Шиво Это надо Посмотреть Это не танец Где живет Одна только Плотская радость Унаследованная От прыжков И сексуального Хвостоства Тупых И беззаботных Древних У Аркашки Это свободная Форма Свободного Существования В нашем деловом Веке Только так Больше Слабый Аркашка Не мог Никак Как Ванька Селезнев Дергает Задом Гвозди Объявил Аркашка Это название Ну как Все Пляшет Пляшет Он так Умеет Он умел Еще иначе Он посмотрел На Ваньку Сделал ему Гримасу Показал его Заинтересовал Потом потянулся Сонно Зачмокал Губами Ванька Проснулся Утром Плотники Засмеялись Аркашка Проковылял К стене Похрюкал Похрюкал Пригладил Ладонями Патлы Ванька Умылся Потом Ванька Стал жрать Жадно Много Безобразно Отвалился От стола Стал икать Плотники Опять засмеялись Сука Прошептал Серьезный Ванька Потом Аркашка Дал козла И опять Выработал Сложенное Колено Конец утра И вот Ванька На работе Раз Ударит По гвоздю Минуту Смотрит на небо Чешется Нашел даже Вшу под рубахой Убил Падла Сказал Ванька У меня сроду Шейты Не было Даже в войну Тихо Попросили его А чего он Выдумывает Тихо Потом Ванька Загнал гвоздь Криво Долго Искал Гвоздодер Гвоздодера У такого работника Конечно нет Тогда Ванька Сел на гвоздь Напрягся Так Что лицо Перекосилось Плотники Хохотали Ванька Хотел было Встать Ему не дали Аркашка Мучился На полу Вот Ванька Раскачал Гвоздь Рывком Встал Взял Гвоздь И забил Правильно Совершенно Правильно Плотники Ванька 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 Поднялся Гвоздь Падали Ванька Бригадир На улицу Там Гвоздь 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 Гвоздь